Коллектив московских инженеров Кто так или иначе против освоения ресурсов и ископаемых не на благо народа, являющегося хозяином и волеизъявителем согласно Конституции, а по карманам конкретных лиц. Как бы варианты возможны любые, и со сливом баз данных это как бы легко. Но в принципе вот этот вот пост нам написал человек, который пользуется телефоном, пользуйтесь, пользуйтесь, пользуйтесь картами, да, пользуйтесь, зарегистрировано в социальных сетях, зарегистрировано. То есть по большому счету что-то узнать о вас это уже ну как бы не вопрос, да, более того уже часть информации стандартно по папочкам разбита. Ну будет больше, больше, еще больше перекликаться это. В эту цифровую схему мы попадаем как мухи на мед, потому что удобно. Ну вот удобно рассчитываться к карте, да, а карту нельзя использовать не имея регистрации, да, не показав свои данные. Ну это как бы часть цивилизации. Более того, и это все становится безопасно, если люди действительно управляют своей цивилизацией, своим государством. Если государство работает не как колония, а именно в интересах людей. То есть надо достигать главного, надо чтобы наше государство работало исключительно в интересах наших людей. И мы над этим работаем, и мы эту цель поставили, мы к ней идем, и мы ее достигнем. Так или иначе, повдоль или поперек, или вдребезги пополам, но мы это отработаем. Можете чуть-чуть рассказать? То, что там банки посыпались? То, что там банки посыпались, там вся экономика посыпалась, и все вот экономисты мировые уже говорят, что бы они сейчас не сделали, они сделают только хуже. У них как-то даже пути к скуплению не осталось. Нет, ну по большому счету, это экономика США, это мыльный пузырь, это уже давно известно изначально. С их экономической схемой гораздо дешевле штаты развалить на пару государств. Одну часть поглотит Канада, другую часть, допустим, Британия. Да, в результате все это станет британским, чем вот эти отрабатывают долги, да, и нефтяные в том числе. Кинут всех, британцы же всех кидают, ну то есть со штатами всех кинут. Это смотри, кто управляется Соединенными Штатами. Ну вот есть версия такая, что там демократия, что народ штатов управляет штатами, да. И есть нормальная другая версия, что там псевдодемократия, штаты управляются финансовыми кругами, финансовыми империями. И народ штатов не управляет штатами. Вот вторая версия гораздо более правдоподобна, да. И если вопрос стоит о таких деньгах, то есть вариант, что штаты сложат. Но вопрос, вопрос, это будет все равно не хаотично, это будет регулируемо, регулируемо. Это когда игроки примут решение, что мы вот делаем сейчас так-то и так-то. Это не случайный процесс, это будет отработка в большинстве случаев. Ну только посмотреть, перед нами нет всех качеств, чтобы делать более четкие выводы. А прогнозы делают такое. Баградан. Утверждение, монархия состоятельна, неверна по причине, по причине, что она обречена на вымирание, ввиду сильной зависимости жизни государства от генов наследника и его структуры мозга, царь может нарожать наследников, а если наследник окажется бездарным правителем от роду по строению мозга, страна деградирует. Ну в принципе что? Так-то вроде как бы смысл какой-то есть в этом, да, вот мы услышали. Откуда это взяло? Это часть коммунистической пропаганды. Вот коммунисты сломали у нас монархию в стране, им надо было это как-то оправдывать, да. И они вот это вот щебетали. Вот давайте поймем, насколько вот вообще построение такого предложения логично. И есть ли в этом смысл, да, ну просто для этого надо просто отвлеченный пример. Вот давайте заменим монархию на фамилию Петровых, да, на семью Петровых. Тогда у нас получится что? Вот это вот прочитаю. Утверждение. Фамилия Петровых состоятельна неверно по причине того, что она обречена на вымирание, ввиду сильной в зависимости жизни фамилии Петровых от генов рождаемых Петровых и их структуры мозга. Петров может нарожать Петровых, а если один из Петровых окажется бездарным Петровым от роду по строению мозга, все Петровы деградируют. Понимаете, что вот это глупость? Если просто заменить монархию на Петровых, да? То есть вам дают штампы, превращают вас, асхотинивают вас, вы эти штампы ретранслируете, вот вы ретранслируете чьи-то глупости, вы же это услышали, да, неоднократно в процессе. Вот такая ситуация. Много монархий существовало тысячи лет, никто там не деградировал, ничего. Пожалуйста, японская монархия, «Что там, деграданты, что ли?» «Нет, арабские вот эти схемы. Что, деграданты?» «Нет, вполне себе шмышленые ребята. А вам насували в мозг коммунисты, поэтому повторяете вот эту бредятину идеологизированную. Что за Глазьев, о ком идет речь?» Я упоминал Глазьева в связи с тем, что была опасность такая политическая. Вот Сергей Юрьевич Глазьев, если мы глянем в Википедию, мы увидим. Так вот, Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 61-го года в Запорожье. Российский экономист и политик, доктор экономических наук, советник президента и так далее. Это коммунист по своим представлениям. Так, почему я его упоминал? Потому что товарищ Глазьев у нас участвовал в свое время в президентских выборах. Это вот было 2004 год. Принимал участие в выборах президента России. Есть статистика, где говорится, что он получил всего там 4 с копейками процента и стал третьим результатом. Но на момент выборов я находился в протестном регионе, это у нас республика Хакасия, и я общался с людьми и понимал реакцию, что люди об этом думают. Вот вся возрастная аудитория Глазьевом была просто сложна, укокошена, в нокауте такие. Они все повторяли, как зомбированные Глазьев-Глазьев, они готовы были на него молиться. То есть он привнес коммунистическую идею на том этапе, освежил ее, начал опять ее транслировать. И люди пошли за этой коммунистической идеей, они, ну все, кого я знал, все возрастные люди за него выступали. Я не знаю даже, ну как получились такие проценты, но вот реальность была такая. Надо посмотреть, что там в Хакасии по тому году. Это было действительно, выглядело очень опасно. И вот такие люди, они могут, кто дает, лживую идеологию, обратно увести страну в тупик. Вот такой придет человек и развернет страну от экономического развития, прямого, с выходом на сильную Россию. Он развернет ее назад и поведет ее по нашу страну, по пути Северной Кореи. Это просто ужас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА